Друзья, всем привет! Вы на Динамо ТВ и сегодня у нас новое видео с хорошими новостями. Мы рады сообщить, что Владислав Климович, полузащитник, один из лучших игроков нашей команды в этом сезоне, подписал новый контракт с нашим клубом, принял решение о продлении. Влад, с этим тебя мы и поздравляем. Спасибо, спасибо, Саня. Всем привет. Очень-очень рад находиться сегодня здесь. Сегодня мы подводим итоги по нашему сезону. И, конечно же, было очень символично тебя сюда пригласить, поскольку ты продлил контракт с нашим клубом. Естественно, первый вопрос. Долго ли думал? Ну, я не сказал бы, что долго думал в плане продления-непродления, но были такие моменты, когда, ну, достаточно такой тяжелый отрезок сезона был, вот этот последний, когда мы так вроде как нашли свою игру и начали побеждать. И я просил, чтобы там как можно дольше меня так не беспокоили, чтобы все-таки последний такой рывок сделать. И после того, как мы уже все это закончим, когда уже доиграем этот сезон, спокойно сесть, поговорить и как бы о продлении, и дальше уже продлить контракт. Потому что, ну, не хотелось отвлекаться перед важными играми в конце вот на такие моменты. Очевидный вопрос, я думаю, будет очевидный. Ты доволен тем решением, которое ты принял? Ну, конечно, конечно, я доволен. Хотя, наверное, правильное ли это решение всегда ты можешь только после того, как пройдет время, понять. Философский, философский. Ну, это в любом переходе, перед любым выбором ты как бы не знаешь, как оно будет в итоге, в конце. Надеюсь, надеюсь, что это все будет успешно. И мы поборемся в следующем сезоне с самые высокие места. И я ни на грамм не пожалею о своем выборе. Ну, вот давай вернемся. В марте ты подписал контракт с нашим клубом, если не ошибаюсь, или в феврале? Ну, в феврале я начал прямо с начала сезона, с начала предсезонной подготовки готовиться с командой. И там же, ну, в Сочи на сборах подписал. Прошел целый год. Ты доволен тем годом, который ты провел? Сейчас только про тебя вопрос. Сезон в любом случае получился самым успешным в плане даже статистики. Да, и нельзя сказать, что он там плохой. Поэтому, и лично по мне. Пришел в команду, играл так, ну, новая схема. Было так достаточно тяжело поначалу, потому что, ну, надо было понять требования тренерского штаба. И это для меня была новая позиция. Поэтому, ну, достаточно сложно было в этом плане. И плюс, и по ходу сезона менял позиции. Как бы, поэтому я не скажу, что этот был сезон легкий для меня, год легкий. Но, наверное, неуспешным его назвать нельзя. Отлично. Про тебя поговорили. Теперь про команду. Сезон у нас все-таки не удался. Я думаю, все со мной согласятся, в том числе и каждый игрок в команде. Да, сезон в плане результата, конечно, был совсем неудовлетворительный. И не этого вот в начале года я ждал. Все-таки приходил в Динамо, чтобы бороться не просто там даже за тройку, наверное, а за чемпионство, за самые-самые высокие места. Поэтому, поэтому горечка есть после сезона разочарования. И я не знаю, ну, тут в любом случае, как бы, наверное, вина будет лежать на всех. Тут и футболисты могли выступить намного лучше. Даже в том плане, что все команды в этом сезоне так достаточно подровнялись. И, ну, в любом случае, даже чемпион в этом году набрал там минимальное, да, количество очков за всю историю высшей лиги. И, наверное, этот год был такой очень удачный для того, чтобы как раз-таки побороться за самые высокие места. И даже с учетом того, что мы там провалили и начало, там, середину сезона, вот последний наш такой рывок, наверное, последние там эти восемь игр, оставляли нас даже в борьбе за тройку, ну, до последнего, до последней игры. У нас там еще были теоретические шансы, чтобы попасть в тройку. Это вот несмотря на то, что вот такой весь сезон так тяжело для нас складывался, и теряли много очков. И вот я к тому, что в этом году, наверное, такой хороший шанс был побороться. Но тут, как говорится, он уже прошел, и надо сейчас отдохнуть, и хорошо подготовиться к новому сезону, чтобы в следующем сезоне с самого начала начать так, как мы заканчивали этот сезон. Я тогда думаю, что мы поборемся за чемпионство. Давай вот вкратце пройдемся по этому сезону. Начало. У нас очень сильно изменился состав в этом межсезоне. Все про это знают, и, возможно, это, наверное, одна из главных причин нашего не очень удачного выступления в этом году. Но, тем не менее, несмотря на такие сильные изменения, мы провели два очень хороших поединка в Кубке против БТ. После этого казалось, что команда должна. Должна, но, к сожалению, Рух проиграли дома, и матч с Минском это вообще что-то совершенно невероятное. Я думаю, в плохом смысле, я думаю, все с вами согласятся, потому что 0-3 от Минска в первом тайме, но это катастрофа. Да, я полностью согласен, что, конечно, когда меняется команда практически полностью, то со старта сложно показывать. Ну, в любом случае не хватает вот этих двух-двух с половиной месяцев предсезонной подготовки, чтобы наиграть полностью связи, чтобы все друг друга понимали на 100%. И, наверное, матчи с БТ в Кубке, это такие, ну, наверное, на эмоциях были, это такие, ну, статусные все-таки игры. И там больше на первый план выходило желание. За счет желания, наверное, мы так провели эти игры хорошо. Потом вот это поражение от Руха. Ну, понятное дело, что Руха неплохая команда по этому сезону, она показала, что... Это очень хорошо играть против сильных соперников. И, может быть, мы немного не ожидали того сопротивления, которое оказалось, потому что, ну, я не скажу, что мы играли хуже, мне кажется, мы играли... Игра равна была. Да, равна игра. За наши преимущества небольшие, но... И у нас были моменты, они свой момент со стандарта реализовали, и все. Так больше с их стороны после этого гола была закрытая игра, мы пытались, конечно, в любом случае, особенно поначалу сезона, когда поля не очень хорошего качества и, ну, сложнее взламывать оборону. Поэтому вот чего-то не хватило, а вот по второй игре с Минском, да. Да, что это было? Первый тайм? Ну, вот, наверное, какой-то черный день получается. Тут понятное дело, что если мы сейчас будем, ну, какие-то искать там себе оправдания, ну, это неправильно. Там ты можешь сказать, что вот там это искусственное поле, которое, ну, мы там не тренировались на искусственном поле, и в любом случае искусственное поле это так уравнивает, наверное, силы соперника и мастерство, потому что, ну, оно такого уже достаточно не очень хорошего качества, как бы, плюс такая была сухая погода, и это игра днем, ну, немножко не футбольная не атмосфера, не само поле, поэтому плюс ко всему мы можем сказать, вот этот гол на первой минуте так немножко обескуражил. Они почувствовали силу, а мы так наоборот немножко, ну, не ожидали этого. И, конечно, вот этот второй и третий гол в раздевалку, там, по-моему, в конце первого тайма третий пропустили, это, конечно, был такой, как холодный душ. И, конечно, там такой был тяжелый разговор в раздевалке, и Сергей Витальевич так на повышенных тонах с нами поговорил. Я могу себе представить, что происходило. Я бы, да, тут, это, наверное, правильно, что такой разговор был, потому что надо было команду как-то встряхнуть, и, ну, чтобы, я не знаю, как проснулись, наверное, во втором тайме. Что интересно, команду встряхнуло не то, что было в раздевалке, возможно, это лично мое мнение, а удаление Михи Горопевшика, потому что после удаления команда забегала. До удаления опять-таки вот это вот все продолжалось. Ну, да, и запивать начали после удаления, играть в атаку намного так лучше, начали создавать моменты. Ну, тут, наверное, как команда, может быть, и Минска уже, играя в большинстве и имея такое преимущество, почувствовала такую какую-то немножко расслабленность. Плюс мы поняли, что уже терять, в принципе, нечего, и, ну, пан или пропал, как говорится. Поняли только к 70-й минуте, да. К сожалению, к сожалению, да. Вот, и видно, что были шансы даже сравнять счет в конце, да, но немножко не хватило. Но он такой, это вот матч, я говорю, ну, бывают такие матчи, когда у тебя вот ничего не получается, черный день, наверное, календаря у нас был тогда, и, наверное, у всей команды не было такого лидера, который там повел бы за собой команду, а вот вся команда как-то вот, ну, пропустила, и пропустили раз, два, три, и все. И вроде как бы стараются, а ничего не получается, поэтому сложно такие как-то вспоминать матчи и анализировать их по прошествии уже времени. Ну, ни в коем случае там не ищем оправдания каким-то. Мы сами виноваты в этих поражениях, и, ну, самим надо из этого выходить футболистам. Такой вот неудачный старт, четыре матча, четыре поражения, тем не менее, уже в следующей игре команда встрепенулась, матч против Жоринского торпеда, это тот соперник, против которого у нас всегда очень тяжело идут игры, ты прекрасно это знаешь, будучи экс-автозаводцем. Да, да. Но совершенно классная игра была, матч, в котором практически все получалось, и, наконец-то, твой первый гол. Да, матч, наверное, как сказать, начал удаваться с первых секунд. У нас там первой-второй минуте уже там были моменты стопроцентные, и вот, наверное, хорошо, что мы все-таки воплотили вот это преимущество в забитые голы. Хорошо, что мы не забили ни в первом тайме ни один, а сразу два гола, потому что, ну, в любом случае, ты можешь играть хорошо, но если ты там не забиваешь, любой стандарт, любой момент у своих ворот можно пропустить, и ты можешь не выиграть этот матч, поэтому было бы, там, я не знаю, в двойне, в тройне обидней вот так, ну, хорошо играть в этой игре, хорошо много создавать моментов и не победить, поэтому я, конечно, очень рад, ну, плюс эта игра была против Жозенов, в которой я год назад был, да, и получилась хорошая игра, но тоже я этому еще больше, наверное, рад. Как бы я не скажу, что там у меня была какая-то цель, там, обыграть, ну, не то, что обыграть, там, уничтожить, или, там, я зол был на Жодина, потому что Жодина тоже два хороших года провел, и у меня ни в коем случае нету никаких обид, никакого зла на Жодина, поэтому я просто выходил как на рядовой матч, ну, просто как, потому что у меня там остались друзья, это так для меня был такой, ну, как знаковый, можно сказать, матч. Совсем скоро случилась тренерская перестановка в нашем клубе, как команда проходила этот переходной этап? Новые требования, новые вводные, понятно, все это бывает в жизни футболиста, да, но как вот у вас это было? Ну, конечно, тяжело, это в любом случае тяжело, и никогда, наверное, ни в любой команде смена тренера не проходит легко, и плюс ко всему вот эта вот смена тренера произошла после победной игры, вот мы выиграли Гродно тогда, да, и тоже показали, да, достаточно неплохую игру, потому что Гродно так в этом сезоне тоже, можно сказать, команда открыт. Чудо голевое было тогда, да. Да, и от этого еще более, так, наверное, обидно было, потому что вроде как, ну, была, ну, как я сейчас помню, очень тяжелая игра, и нам, ну, как кровь из нас, надо было побеждать, потому что до этого уже было три поражения, там, между Жодиной и Гродно мы, по-моему, проиграли Гродей, да, и вот, ну, все футболисты прекрасно понимают, что когда, как бы, результат не идет, много поражений, то в любом случае там наверху могут задуматься о смене тренера, и мы понимали, что вот, ну, у нас уже нет права на ошибку в матче с Гродно, и понятное дело, что играли на победу, и в таком тяжелом матче добыли победу, понятное дело, просто никто не думал, что после такой игры там могут сменить тренера, а и когда вот, ну, пришли там на следующую тренировку, нам объявили это, ну, для меня так это немножко, ну, небольшой шок был, как говорится, и, ну, я не знал тогда, я не знал, чего там ждать от нового тренерского штаба, что будет дальше, как, как вообще, ну, пойдет дальше и тренировочный процесс, и самообщение, вот, и, конечно, первые недели тяжело было, там мы еще первую, наверное, неделю или две тренировались без главного тренера, все-таки пришли его помощники, тренировали, вот, ну, и потихоньку, потихоньку, наверное, начали притираться друг к другу, потому что в любом случае ты понимаешь, что, ну, вот, много тренера, и, ну, другого не дано, тебе надо сейчас находить общий язык, понимать требования нового тренерского штаба, ну, и мы, там, получается, тоже с удвоенной, там, энергией начали дальше готовиться к следующему туру, мы понимали, что надо исправлять как-то положение. В принципе, началось все довольно-таки неплохо, мы обыграли Смолевичу, все было абсолютно по делу, вот, были хорошие матчи в этом отрезке, но, конечно, вот, выбивается из этого ряда поединок домашний против Слуцка, опять-таки тот матч, где у соперника два момента, два гола, мы, к сожалению, много чего имели, но забили только один раз. Ну, да, вот, и что касается вот этого начального отрезка, таких матчей достаточно много, получается, было, тот же матч со Слуцком, тот же матч с Городей, один момент, один гол пропустили, там, даже матч с Рухом, там, они не имели столько, там, моментов, чтобы нас обыграть, и вот, когда ты играешь вроде как неплохо, ты контролируешь игру, ведешь игру, создаешь моменты и проиграешь игру такую, ну, у тебя, наверное, такое опустошение после таких игр, ты не понимаешь, ну, что ты делаешь не так, потому что вроде как, ну, реально контролируешь игру, все готовишься, все, все хорошо, и тут два момента, два гола, там, один этот удар, там, с тридцать пяти метров, нереальный, второй тоже, там, момента, ну, момента, можно сказать, не было, и пропускаешь голы, ну, тяжело после таких игр, и, наверное, вот этот вот отрезок такой, самый-самый неудачный у нас был, когда ты не понимаешь, ну, наверное, легче проигрывать игру, когда ты понимаешь, что соперник сильнее, когда ты видишь, что соперник тебя переиграл, когда он, там, создал, там, два раза больше голевых моментов, чем ты, и ты проиграешь, ну, да, соперник сегодня был сильнее, когда ты понимаешь, что ты сильнее сегодня и проигрываешь игру, ну, больно больно да очень правильное слово наверное матч в борисове пожалуй это не то что лучший матч в первом круге то наверно лучший матч сезоне в исполнении нашей команды игра где возможно получилось все что планировал тренерский штаб опять-таки это тренерская победа потому что глазами болельщика команда четко следовала плану которую выбрали тренеры на эту игру да соглашусь соглашусь с этим потому что даже перед игрой тогда уже население станиславич ну как как сейчас помню там сказал такие слова что я в своей голове уже знаю как как мы как как обыграть батэ и как мы должны действовать чтобы этого добиться теперь мне главное вам это объяснить чтобы вы поняли и вышли это и сделали как бы так вот и грубо говоря все то что нам объяснялось там на этом недельном цикле на тренировках мы это все выполнили как бы в игре на поле и это нам помогло и мы добились до положительного результата терпели понятное дело что батэ очень хорошая команда со сильными исполнителями и наверное играть так шашки на голову наголо с ними нельзя было потому что ну есть исполнитель которые могут решить моменты поэтому мы сыграли что очень строго в обороне там практически ничего не дали создать он на два момента было до до соперника соперника тем более что хотелось бы ответить отметить у нас тогда стоял молодой воротарь да да не шапкой и конечно ты когда в такой игре у тебя стоит молодой воротарь и ты такие может быть у тебя заградываются мысли там что вот может там перегореть например или как-то там неудачно но с первых минут и отстоял просто на ура идеально я там даже ну когда вот первый там удар он словил все так почувствовал уверенность и и я понимал что что все у него будет сегодня хорошо даже даже вот и выручил там момент был когда-то надо надо головой то есть все что от него требовалось он сделал но и вся команда получается так сделал такой вопрос это кстати первый матч который ты выиграл против борисовского боте но для тебя он еще был памятен по другому до сих пор у тебя шрам и далее всего он с тобой будет уже на всю жизнь небольшой но тем не менее эпизод был ну честно говоря с поля было видно плохо но по телевизору те кто смотрел прямой трансляции ну я представляю что творилось у тебя дома в твоей семье когда смотрели что тем что с тобой происходило тогда ну да мама мама с папой были на игре на игре даже в борисове до на стадионе поэтому там мама чуть 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 не выбежала на поле как мне потом рассказывали конечно она очень переживает и и наверное может быть даже хорошо что она видела смотрела это на поле они по телевизору потому что по телевизору мне кажется это смотрелось страшнее потому что на поле все-таки издалека сам такой момент что да ты ты не ты не видишь ты не видишь что творится и неприятный очень момент был конечно и и как сказать ну главное что мы выиграли на фарт оказалось оказалось на фарт конечно не хочется каждую игру что-то такое получается мы выигрывали хочется как-то попроще но вот после этого момента команда получается забила и первый второй гол и и можно сказать ну как отомстили встрепенулись наверное после этого поэтому я рад очень за команду за ту игру она таких эмоций наверное мне было бы хуже потом это все вот так восстанавливаться если бы мы еще и проиграли эту игру а так это скрасил скрасил вечер вот бойцовские качества но это наверное одно из главных что эту команду нашу команду в этом году отличала тем более и леонид станиславович насколько я знаю требовал требовал от вас чтобы на поле вы были очень грубыми воинами воинами да мужиками да которые ну да это как бы любом случае футбол это игра так и достаточно жесткая да и тут не место там как говорится слабакам наверное и если у кого-то даже там ну в любом случае не хватает там какого-то немножко мастерства то это надо компенсировать все какими-то бойцовскими качествами и ну я то прошел там школу Игоря Николаевича Ковалевича я у него и в молодежной сборной долго играл и в Гродно такая у него всякома всегда команды команды такие бойцовские и наверное он ко мне хорошо относился именно вот за это что никогда нельзя сдаваться и ни один момент нельзя не доработать то есть ну и если ты бежишь назад то надо бежать назад и спасать команду а не так что я там поберегу силы где-то отстаюсь ну да отстояться впереди и там потом на свеженьких там ногах попробую решить момент нет ну тут должна команда вся обороняться и он очень жестко пресекал это и и даже показывал когда были в сборной какие-то нарезки как когда товарищеский матч беларуси играли с японией по моему был такой по-моему жоди на стадионе было дело было такой да и он нарезку показывал как назад бегут вот именно японцы которая там горит и ну тут тогда был который там играл наверно в apple который там понятно получает там миллионы долларов и и ведя в счете в том матче как как он бежал в оборону и потом показывал на примере как наши это делал и ну понятно как какими там словами он говорил про нашего я так на камеру наверно не буду повторять все это поэтому да поэтому я вот запомнил это так для для меня на всю жизнь что ну если ты если играешь что должен играть до конца до последней капли как говорится крови казалось бы то что после борисова у нас все должно пойти так как надо потому что команда показала классную игру выиграли все отлично все супер но потом рух опять поражение да да опять поражение и да бред бред для нас в этом сезоне совсем такой сложный город 0 очков 4 я уже тоже об этом думал и совсем не получилась то игра как я помню ну у меня во первых игра была после вот после травмы борисови я там пару дней не тренировался только концу недели начал тренироваться и ну такое было не скажу чтобы там самочувствие на все сто и плюс по-моему адгар лихнович пропускал из-за до перебора желтого корпуса и получается а и и миша козлов на тоже не играл до трамма и вы после борисов а и дарибор тоже желтый карточек и получается у нас вот опорная зона которая вот играла и там с борисовым перед этим игру получается состав там сильно перекрыт она полностью новая была и пришлось там я играл в опорной зоне до этого не играл ни одного матча на этой позиции и с марка играл в павловске который тоже я с ним не играл в позиции и поэтому было так достаточно тяжело наверно вот в плане так 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 тактическом там такой такая игра что наверное ну с моей стороны это точно была не самая лучшая игра и я считаю что там вся вся команда не показала какой-то какой-то очень хорошей игры ну даже ну откровенно плохо сыграли откровенно плохо да рух забил в первом тайме и у нас я не даже не вспомню чтобы были моменты какие-то отыграться к сожалению это правда да поэтому там там в той игре все как говорится было по делу дальше хуже к сожалению четырех матчевый отрезок пиаст кромкачи динамо-брест кстати тот матч мы сыграли действительно здорово но так получилось и ислач была болезненная серия для всех для тренерского штаба для команды естественно для болельщиков потому что вылететь разом из еврокубков да понятно нам не повезло пиаст это одна из самых сильных команд который могла попасть в этом но кубок против кромкачей ну вот это действительно было больно и неприятно как переживала команда вот все то что происходило тогда в тот момент тяжело переживала понятное дело что тяжело и я думаю что и тренерский штаб очень тяжело переживал тот отрезок ну сложно найти какие-то слова чтобы описать те игры потому что ну даже с тем же если сначала говорить там с пиастом тоже не сказать что мы там плохо играли просто наверное уровень исполнительского мастерства там сыграл свою роль и не забили со штрафного со стандарта 5 да хороший гол и потом просто убежали в контратаку хотя у нас были хорошие моменты и первый тайм после пропущенного гола хорошо играли играли в атаку создавали момент ну ну на пиаст ладно на пиаст можно вынести за скобки да кромкачи ну понятное дело что никто не ожидал я перед игрой если бы мне кто-то сказал что мы проиграем кромкачам ну я бы не поверил бы и ну тяжело не знаю тот матч тоже поначалу играли начинали играть хорошо создавали опять же моменты играли не было моментов у кромкачей до вот до этого невероятного гола наверное который кто там лынько лыня забил да я просто как раз так сзади был и видел вот эту вот траекторию как он как это произвел удар да согласен ну да и там еще я не знаю не 10 а 100 наверно таких ударов исполнить ну вряд ли бы он там еще еще один попал бы ну что-то невероятное было и ну на волне на волне поддержки там все-таки собрались трибуны за кромкачей поддерживали и вот они почувствовали вот этот запах крови какой-то вот повели в счете их поддерживают и и у нас не получалось сравнять никак там вроде шли в атаку они ну грамотно оборонялись ничего не не скажешь всей командой и всей командой оборонялись и еще и во втором тайме и убежали в контратаку да и так 2-0 это так совсем деморализовало наверное нас и и не знаю стыдно было понятное дело что стыдно перед перед всеми перед болельщиками в том числе и и самому ну просто не хотелось вообще ничего говорить потому что тут ну нечего даже сказать просто хотелось где-то закрыться в комнате какой-то никого не видеть вообще не думать ни о чем и да ну вот самый кульминационный момент который случился у команды это было после матча с Ислычем опять очень обидное поражение вот и случился очень эмоциональный момент тогда в команде вот после которого наконец-то наконец-то у нас поперло да да после кромкача эти две игры из Бреста и Ислыч играли достаточно неплохо опять же показывали неплохую игру и и опять же при такой при такой игре мы проиграли эти две игры набрали ноль отчей это это опять все это наверное последняя была капля уже которая которую мы могли вынести понятное дело что и тренерский штаб уже был взвинчен наверное уже полностью да и после игры состоялся ну такой достаточно тяжелый разговор в раздевалке как говорится ну хорошо что он состоялся наверное вот после того как мы уже посмотрели что как мы играли дальше потому что потому что получается он помог конечно так получается да получается он дальше начал приносить результат и если бы не было этого разговора не факт что так ну так вот так бы все пошло может быть все бы все бы и и шло так вот где-то где-то не хватало фарта при хорошей игре мы проигрывали так вот 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 в последней вот этой концовке где-то где-то фар тоже уже был на нашей стороне в последних играх но после этого началась самая настоящая белая полоса такого не было довольно таки давно в семнадцатом году последний раз была такая серия победная опять таки болельщики довольно часто сетовали на отсутствие зрелищности в игре у нашей команды но при этом шесть побед то есть результат есть что ты можешь сказать по этому поводу наверное главная главный момент на который жаловались многие на Минское Динамо ну да я тоже слышал это и что сказать по этому поводу ну наверное я думаю для болельщиков Минского Динамо было бы хуже если бы мы при хорошей игре проигрывали показывали бы какую-то там супер зрелищную игру и может быть там забивали по три-четыре гола за игру и пропускали пять ну да это наверное была бы игра агрессивее для болельщиков нейтральных это было бы намного интересней смотреть такие игры но не думаю что болельщики были бы более довольными если бы у нас была такая игра была с обилием голов и поражениями в итоге поэтому конечно всегда хочется показывать какую-то более яркую игру но после вот этой черной полосы после этого сезона нам надо было побеждать как говорится и наверное нам надо было побеждать любой ценой там уже не было нельзя было отступать ни на шаг назад и тут приперты можно сказать к стене были и надо было выжимать результат и если нам давал результат вот такая игра то надо играть в такую игру потому что ну если бы мы еще там пару игр проиграли бы то я думаю болельщики нас совсем бы тогда съели поэтому все-таки когда вот уже эта серия прошла и ты слышишь уже не только там от болельщиков что вот там динамо скучная игра все-таки ты слышишь такие нотки вот там динамо начала находить свою игру там все-таки начали побеждать и ты понимаешь что так болельщики уже воодушевлены победами и начинают верить в тренерский штаб и в футболистов и вот это вот приятно это приятно и поэтому поэтому наверное не важно вот как последнюю и последние игры мы играли в плане зрелищности а вот самое важное был результат для нас Леонид Станиславович Кучук общеизвестный факт то что он приверженец такого защитного футбола вот и очень большое внимание он делит именно игре в обороне довольно таки долго он выстраивал но в конце концов судя по концовке сезона наконец-то вот удалось наверное выстроить ту игру в обороне которая вот опять-таки позволяла бы нам приносить результат не раскрывая всех секретов как это в тренингском процессе ощущалось на тренировках я не скажу что вот именно в конце что-то мы начали больше там уделять внимание обороне чем чем поначалу тут даже наверное дело дело в том что и в конце сезона были игры там в которых мы пропускали там да мы там энергетика 2 пропустили но мы начали забивать что немаловажно тоже мы начали забивать даже вот та игра вот с Брестом когда вот мы проиграли мы там не так много игр было в сезоне когда мы там забивали больше одного гола к сожалению вот но тут как-то пошло дело и больше ну и в атаке в атаке забивать и в каждой игре там в любом случае чтобы победить надо забить и да были игры такие как там с Витебском и с Шахтером где мы там 1-0-1-0 выиграли но были такие игры где мы и пропускали и все равно все равно выигрывали тут например Белшина да тот же энергетик если еще раз вспоминать там я так уже сразу не вспомнил зам остальные игры вот и тут наверное мы нашли баланс все-таки в конце потому что в любом случае обороняться 90 минут очень тяжело и это во-первых энергозатратно во-вторых ты понимаешь что ну можно идеально обороняться на любой стандарт любая там какая-то оплошность погрешность может привести к голу и в каждой игре надо ну атаковать без атаки ты не ты не выиграешь игры поэтому я не делал бы такой акцент на именно что это прям оборона и все да возможно со стороны это как больше такой оборонительный футбол кажется но мы там не меньше не меньше я думаю даже больше на тренировках уделяем именно внимание атаки поэтому вот благодаря этому какой-то был уже так под конец найден баланс и результаты пошли так в гору тебе скоро 25 лет у тебя уже немало количество тренеров было за твою футбольную карьеру чем отличается Леонид Станиславович для себя лично для себя вот прям такое вот яркое отличие от других специалистов с которыми ты работал раньше ну очень сильная тактическая подготовка вот понятно что там тот же Игорь Николаевич Ковалевич он больше такой мотиватор чем тактик там больше там тактику наверное другие тренера отвечали ну это конечно более похож так на Олег Михайлович Кубарев он тоже так тактически очень сильно как команду дрессировал можно сказать вот ну и вот Леонид Станиславович он так во-первых разбор соперника доскональный и тактическая тактическая выучка своей команды вот это самое самое главное сравнивая с Юрием Иосифовичем это тоже он такой был как как так сказать выразиться искренне искренне любил футбол искренне любит футбол и и любит играть красиво и дает дает на футбольном поле тебе свободу когда ты вот должен получать кайф от футбола ну в этом сезоне наверное так жодина особенно впереди в атаке так и играла друг на друга в гостиночке забегания такой искренний футбол как говорится вот Дорто Васильевич бы сейчас пустил точно точно ну и что касается Сергея Витальевича это такой тоже был как мотиватор да вот наверное Сергей Витальевич Игорь Николаевич где-то вот равно можно поставить Леонид Станиславович больше на Олега Михайловича Кубриева похож мотиватор такой тоже жесткая не уступить ни в одном единоборстве вот такой ну наверное как сам был футболистом таким хотел видеть и свою команду и каждого в своей команде то вот и это что то что это это Важно, чтобы Борисовчане не стали чемпионом Беларуси на нашем родном стадионе. В принципе, эта задача нам удалась, но это не самое главное. Самое главное, что мы провели очередной хороший матч против очень сильного соперника, мотивированного соперника, что немаловажно. Но, к сожалению, не удалось забить, хотя моменты были. Да, моменты были, и тот же пенальти, да, можно вспоминать, не забитый. И я тут, наверное, тоже, это была такая похожая игра с первым кругом. Тоже мы очень строго играли и практически не дали там создать моментов впереди БАТЭ. Что касается там ребят, которые не хотели, чтобы стали чемпионами БАТЭ именно в нашем стадионе, да. Потому что мы там пришли на предыгровую, а видели уже, что там баннер выносит победитель, да, чемпион Беларуси. Конечно, это так немножко задевало перед игрой, потому что, ну... Ну, плюс некоторые мотивационные видео, которые появлялись в интернете перед этим матчем, тоже плюсов в карму не добавили. Да, потому что, ну, даже с нашей стороны так было, мы так спокойно готовились, никакой... Уважительно. Уважительно, да. Никаких там выпадов не было в сторону Борисова. Готовились целенаправленно просто к игре, тем более. Нам в любом случае, что они там могут говорить, вот, вы там могли помочь шахтеру, нам в любом случае надо будет побеждать. Это классика. Это классика. У нас есть еще теоретические шансы на третье место подняться выше. Третье, четвертое, пятое, не важно. Да, да, как можно выше. И вот эти вот сейчас разговоры, которые там могут ходить, ну, это, честно, для меня непонятно. Ну, окей, а что, мы должны были там вам отдать эту игру, проиграть и сделать вас чемпионами. Ну, тогда шахтер бы сказал, что вы делаете. Ну, в любом случае, тут, я же говорю, это, в любом случае, Батте, Динамо, на каких бы не было позициях в турнирной таблице, что бы не решалось, в любом случае, это классика. В любом случае, это игра, ну, такая принципиальная, и никто не хочет там проигрывать в этой игре. Поэтому играли на победу, да, к сожалению, не получилось. Не получилось. Но были близкие. Ну, были моменты, да, там, чуть ли не на последней минуте, там, были хорошие моменты. Ну, надеюсь, вот, то, что недополучили в этой игре, там, в следующем сезоне, нам вернется. Ну, самое главное, это характер, с которым команда билась против Бориса Чан в этом матче. Но вот есть еще одна схожесть с первым матчем, который был Борисой в первом круге. Не назовешь какая? Женя Шикавка голову разбил. Да, тебе разбили голову Борисой во втором матче, Шику разбили голову. Ну, вот какая-то такая закономерность получилась. Ну, это, наверное, говорит о степени напряжения, степени накала бойцов-бойцовских каких-то качеств команд и игры самой. Никто не хотел уступать, и никто не думал даже о том, чтобы где-то убрать ногу или голову. Да, поэтому это только вот и говорит о том, какой это был матч принципиальный. Как бы, конечно, если бы мы еще забили и выиграли. Да, победили тогда, в финансе, Женя. Да, была бы вообще игра как под копирку, но, к сожалению, к сожалению, чуть не получилось. Ну, в любом случае, болельщики, вот, то я замечал, в комментариях много было такого, что, ребят, ну, шестое место, да, обидно, но хотя бы за то, что мы два раза БТ не проиграли, за это спасибо. Ну, да, как я тоже читал, читал, в любом случае, в новостях, что там Динамо давно, во-первых, не побеждала Борисов и на Борисов. Скорее, не победит. Да, и так, мне кажется, чтобы прям не проиграть ни одной игры в сезоне, тоже так давно не было. Поэтому, ну, это как один из таких положительных моментов по сезону. Маленький, маленький, но положительный. Но, конечно, хорошая, да. Завершаем наше интервью, и одна из главных тем, про которую хотелось бы тебя спросить, знакомство с болельщиками Минского Динамо. Оно у тебя началось довольно-таки рано, это мы говорили про первый контрольный спарринг против Витебска, по-моему, мы играли на юне, когда собралось много болельщиков. Да, да. Перед кубком с Батэ приехали фанаты на базу. Да, да. Вот, потом, к сожалению, из-за всех событий, которые происходили в этом сумасшедшем году, быстрее бы он закончился, да, вот, мы остались без фанатского сектора, потом были матчи при пустых трибунах. Но, тем не менее, болельщики, даже те, которые приходили на стадион, пускай их было не так много, понятны причины, как бы, к сожалению. Да. Но, тем не менее, люди поддерживали, это чувствовалось. Что ты можешь про них сказать? Конечно, я и до того, как прийти в Динамо, слышал о том, что фанатский сектор Динамо – это такой самый, наверное, многочисленный, самый ярый в Беларуси, да, и, конечно, после того, как я увидел даже на обычном товарищеском матче, предсезонном спарринге, первым зимой, когда болельщики собрались нас поддерживать, это было круто, так, вау. И, конечно, ждал сезона, думал, что вот на каждой игре будет такая атмосфера, и очень жаль, что вот у нас год в целом такой вот выдался, что не то, что большую часть, практически все игры пришлось играть при пустых трибунах без фанатского сектора. Возможно, это тоже как-то немножко повлияло на результат, может быть, в некоторых играх, там, чувствую поддержку не так где-то, где-то там у телевизоров. А вот непосредственно на стадионе, может быть, где-то дополнительный там стимул, энергию нам бы придало, и, может быть, мы набрали бы больше очков в каких-то играх. И, ну, что остается, остается, наверное, надеяться, что следующий год все-таки будет не такой, как этот, и уже полностью ощущу эту поддержку, поддержку трибуны, и еще ближе с фанатским сектором познакомимся. Зачем бы этого хотелось. Познакомимся, да. И мы будем их радовать результатом, а они нас поддержкой. Заключительный финальный вопрос. Нужно заканчивать год на позитиве. В принципе, сезон, я считаю, несмотря на итоговое место, у нас заканчивался на позитиве. О чем горит победная полоса, игра команды, в принципе, все это действительно позволяет смотреть в будущее с оптимизмом. Тем более и трансферная наша, она как бы работой ведется, причем очень неплохо. Скоро, скоро будут объявлять наших новых футболистов, наших новичков. Что ты скажешь, как человек, который внутри команды, по поводу моих слов об оптимизме на следующий год? Я соглашусь с тобой, что в конце сезона не витает оптимизм насчет следующего сезона. И надеюсь, что вот эту нашу беспроигрышную серию мы продолжим. И не знаю, сколько она там рекордная, какая вот динамо будет именно беспроигрышная серия. Кстати, да, беспроигрышная серия-то у нас продолжается. Продолжается, да. И почему бы не замахнуться на то, чтобы ее продлить и как можно дольше продлить. И там посмотришь потом, сколько рекордная, скажешь мне, чтобы я знал. Главное победить, да. Да, обновить, обновить. Ну да, не просто ничья, обновить вот этот вот какой-то рекорд. И надеюсь, надеюсь, мы только-только-только побеждать с первого тура будем. С первого тура и за первых, сколько, 7 туров в следующем году наберем не меньше очков, чем за последних 7 туров этого сезона. Но, да, я думаю, все были бы не против и все были бы рады такому результату. Влад, большое тебе спасибо за интервью. Большое спасибо за то, что остаешься вместе с нами. 6 плюс 6 это, в принципе, очень хорошие цифры. Пускай это будет только началом, хорошим началом в Минском Динамо для тебя. Вот, пару слов нашим болельщикам напоследок, которые посмотрят это интервью. Обязательно поставят лайков, вот все вот это вот туда. Да. Ну, во-первых, вот скоро у нас и праздники будут новогодние. Поздравить всех с наступающими какими-то новогодними праздниками. И, наверное, пожелать, чтобы вот следующий год, следующий год такой был прорывной для нас всех. И чтобы болельщики смогли наслаждаться нашей игрой непосредственно на трибунах. Чтобы мы их радовали своей игрой, чтобы только-только победа, только победа. И, как говорится, Динамо вместе, вместе и до конца. Динамо сила. Всем спасибо. Спасибо.